Женская команда с РФТ и Неомифи стала победителем открытого турнира Дивеевского муниципального округа по волейболу. Сборная института в этом сезоне впервые вышла на региональный уровень. Ловкость, внимание, быстрота мышления. В нашем городе настольный теннис активно развивает в клубе «Здоровье» – центром нешкольной работы. Баскетбольный клуб «Атом» порадовал болельщиков победой. В Сыковом матче плей-офф соровчане обыграли команду университета Ломбачевского и вышли в финал чемпионата Нижегородской области. В Сорове началось традиционное первенство школ города по волейболу среди девочек. За титул чемпиона борются шесть сильнейших команд. Они играют по круговой системе. Легкий бег, зарядка, работа над техникой и только потом сама игра. Разминка – важный элемент тренировки, считает Ольга Федоркина. Настольный теннис требует от спортсмена высокой скорости, ловкости, выносливости, хорошей реакции, устойчивой нервной системы и безграничного упорства. Чтобы в совершенстве обладать всеми этими качествами, нужны годы кропотливой работы. А начинают воспитанники секции с малого. Ребята приходят маленькие. Сначала мы с ними, у нас игровая форма, мы играем, разговариваем, общаемся. Потом потихоньку я их привлекаю, мы набиваем мячик на ракетки, на стеночки. Дальше приходим к столам. И вот так и начинают любить наш вид спорта. Секция настольного тенниса в нашем городе работает уже 20 лет. За эти годы Ольга Федоркина воспитала немало талантливых теннисистов. У многих воспитанников Ольги Васильевны богатая копилка медалей и кубков соревнований разного уровня. Марина Беглова пришла в секцию три года назад. Для нее соревнования – это прежде всего отличный повод проверить свои силы, отточить мастерство. Соревнования бывают довольно часто, один-два раза в месяц. В каждом соревновании я получаю опыт, вижу свои ошибки и пытаюсь их исправить уже на тренировках. После долгого ковидного перерыва ребята могут снова участвовать в соревнованиях за пределами города. За месяц юные спортсмены побывали на областных соревнованиях в разных городах – в Богородском, Дзержинске, Векси и в открытом первенстве Мордовии среди детей в Саранске. В Векси Евгений Минеев получил кубок за третье место, а в Саранске завоевал золотую медаль. Всего в послужном списке теннисиста 12 наград. В настольный теннирс первый раз я начинал с бабушкой набивать мячик на ракетку. Мне это очень понравилось. И меня папа привел вот сюда, вот в ОБЦ. Мне понравилось. Я ходил. Первую медаль я получил на городских соревнованиях. У меня было второе место. Я очень ей радовался. Сейчас Евгений продолжает усердно тренироваться, готов покорять новые вершины спортивных соревнований. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Команда 10-й школы перед началом игры чувствовала себя уверенно. Сил девушкам придавала победу над третьим лицеем в первый день соревнований. Однако соперники из 16-й школы с первых минут дали понять, что пришли за победой. Девушкам пришлось приложить немало усилий, чтобы сохранить преимущество до конца первой партии. Завершили ее со счетом 25-17 в пользу 10-й школы. Наша школа готовилась к этим соревнованиям давно. Я говорю, как сказал, уже мы ездили на серебряный мяч. Мы сыграли младшим школьным возрастом, 7-8-й год, уже на перевеске в городе среди женщин. И заняли младший возраст, занял 5-е место. Вторая партия проходила на равных и завершилась со счетом 22-25 в пользу 16-й школы. Третья партия стала решающей. 16-я школа стремилась отыграться за проигрыш в первый день соревнований, а 10-е упрочить лидерское положение в турнирной таблице. С небольшим отрывом победу у соперников вырвала школа номер 10. Сегодня у нас была очень напряженная игра. Наши девчонки старались, мы прямо выложились на все 100. Конечно, мы чуть не проиграли, но с кем не бывает. Тренировались мы довольно долго. Все каникулы мы сюда приходили в 11 утра, все, все тренироваться. Мы очень старались, готовились. На следующем этапе первенства города по волейболу девушкам из 10-й школы предстоит встреча с командой школы номер 14. Итоги состязаний подведут уже в эту пятницу, 8 апреля. Пока шесть команд школ города определяют финалистов, играя по круговой системе. Игры плей-офф легкими не бывают, тем более, когда играют на вылет. Матч с командой университета Лобачевского стал для баскетболистов из атом и непростым. И хотя Саров старался сохранить отрыв от соперника, гости выложились по полной, заставив наших баскетболистов понервничать. Некая скованность все-таки была в первой половине у нас. Мы никак не могли игру в защите наладить. И в нападении, ну, дальний бросок откровенно не шел. То есть комбинации хорошие были, доводили ребят до свободных бросков. Ну, просто мяч не летел в кольцо. После перерыва саровчане успокоились и подкорректировали игру. В начале третьей четверти атом забил 4 трехочковых подряд и правильно сыграл в защите. Появилась раскованность, стали спокойно бросать. Итог – закономерная победа 93-76. С университетом Лобачевского атом в этом году еще не встречался. Команды играли в двух группах. Часть на площадках области, а часть в Нижнем Новгороде. У меня шесть основных игроков не приехало. Потому что иностранное гражданство у ребят. Их не пустили, город закрытый. У кого-то с паспортом проблемы, кто-то просто по болезни, по травмам. Но, тем не менее, я ребятами очень горд. То есть показали характер, показали зубы. Приехали сюда, в общем-то, с хорошим настроем. И, я думаю, нелегкий бой дали. Этот сезон «Атом» прошел уверенно по сравнению с прошлым годом. Сказались хорошая физическая подготовка. К тому же команду усилили молодыми игроками. Практически во всех играх сезона соровчане уверенно побеждали за большим отрывом. Все это у «Атома» получалось в том числе благодаря горячей поддержке болельщиков. Ребята, которые как раз молодые за нас играют, они настолько были приятно удивлены, когда приезжали за нас. У вас такая поддержка, что многие сами бегут, что называется, и заводишься. У нас в Нижнем такого нет. То есть вот чем как раз областные команды всегда славились – это поддержка своих болельщиков. Как говорит Алексей Ковтун, популярность чемпионата растет. Игры с каждым годом становятся все интереснее и сложнее. Команды выходят на более высокий уровень. Развивается не только Нижегородская лига, опять же, это и Всероссийская лига МЛБЛ. Почти и Гиритор все это проводится. Потому что дальше же будет чемпионат России Приволжского федерального округа. Ну, по нашей, скажем, стороне. И, как обычно, потом в конце финал, суперфинал, 16 лучших команд. Конечно, все хотят туда попасть. Пока у «Атома» на повестке дня финал четырех чемпионатов области. Он пройдет 23 и 24 апреля в Нижнем Новгороде. Не будет там какой-то легкой прогулки. Все понимают, за что бьются и будут до самого конца сражаться. Александра Ясаева в волейбольной команде с РФТИ – относительно новый игрок. Сюда она пришла в начале учебного года. Девушке нравилось играть в волейбол еще на школьных уроках физкультуры. Уже, учась в институте в магистратуре, Александра увидела в соцсетях объявление о наборе в женскую волейбольную команду. Но тогда ее сразу же посетили нерешительность и сомнения. Играла я совсем не суперклассно. Переживала, что команда все-таки достаточно высокого уровня. Сначала было немножко не по себе. Вливаться в новый коллектив всегда очень трудно. Но девчонки все замечательные, суперобщительные. Женская волейбольная команда сформировалась в институте в 2019 году благодаря совместным усилиям капитана Ангелины Ароновой и тренера команды Александра Краева. Сначала девочки пробовали свои силы в городских и вузовских соревнованиях. А в этом сезоне команда впервые вышла на областной уровень. Сейчас наконец-то начинаются наши долгожданные первые победы. В прошлом выезде на открытом турнире в Дивеево мы заняли первое место. И также в этом месте мы планируем поучаствовать в турнире в Первомайске. И также в наш план входит проведение лета впервые турнира по пляжному волейболу среди студентов СРФТИ. СРФТИ активно поддерживает стремление студенток развиваться в этом виде спорта. Институт обеспечивает волейбольную команду всем необходимым для тренировок и для выездных соревнований. Нас обеспечили залом, мячами, новой формой. И если мы захотим практиковаться, то есть где-то поиграть, институт беспроблемно организует поездку. Также хочется отметить, что наша команда находится только в начале своего пути, но благодаря активным усердным тренировкам. И, конечно же, под чутким руководством нашего тренера Краева Александра Юрьевича нам удается показывать неплохие результаты. Даже за такое недолгое время девушкам-спортсменкам удалось дружиться. Сплотиться, научиться понимать друг друга на площадке и вести свою игру. И даже сейчас женская волейбольная команда открыта для всех тех, кто хочет к ней присоединиться. К девочкам-студенткам обращаюсь, что если вы хотите играть, у вас какой-то техники еще нету, то вы не переживайте, приходите в команду. Наш замечательный тренер Краев Александр Юрьевич, он ставит технику, физические нагрузки тоже дает. То есть здесь вы всему научитесь, даже если не умели никогда ничего.